Всем привет! Сегодня я вам покажу как можно собрать бесколлекторный двигатель из куска канализационной трубы и нескольких болтов. Для этого я дома нашел подходящую трубу с нужным мне диаметром, внешний диаметр 5 сантиметров. Далее отметил и отпилил нужную мне длину и с помощью наждачки убрал лишние огрехи. Далее обрезок нужно расчертить на 9 равноудаленных полос, для того чтобы потом можно было ровно просверлить отверстия. Диаметр сверла подобрал по диаметру резьбы болта и далее насверлил 9 отверстий, после чего убрал лишние куски пластика. Теперь нужно по очереди вставлять болты на свое место. На удивление все встало миллиметр в миллиметр, благодаря чему болты как бы распирают друг друга и создают каркас прочности. Для того чтобы ничего не выпадало нужно все зафиксировать суперклеем. Перед намоткой мотора обязательно нужно заизолировать резьбу, для этого отлично подойдет термоусадка. Я специально для этого использовал разноцветную термоусадку, чтобы проще было объяснять, что и куда мотать. У нас трехфазный двигатель, у него будет три катушки, каждую я отметил своим цветом и в каждой катушке у нас по три зубца. Использовал проволоку диаметром 0,28, 9 жил. Все зубцы мотаем только в одном направлении, я выбрал направление по часовой стрелке, 70 витков на зубец. Когда первый зубец готов, переходим вправо пропуская два зубца к следующему, так же само по часовой стрелке 70 витков. Чтобы проволока не разматывалась, лучше ее фиксировать клеем. И дальше опять переходим на третий зубец, мотая 70 витков по часовой стрелке, пропуская предыдущих два зубца. Тут я дам небольшой совет, используйте одну цельную проволоку, для того чтобы при переходе на следующий зубец вам не пришлось спаивать ее. Когда обмотка готова, отмечаем начало и конец. Начало А1, конец А2. По такому же принципу мотаем вторую и третью обмотку. Начинаем всегда правее от начала предыдущей. Начало второй обмотки. Б1, конец Б2. Начало третьей обмотки. С1, конец С2. Если вы все правильно сделали, у вас должно получиться 6 выводов. Их нужно соединить таким образом, чтобы вышло 3 вывода. Теперь спаиваем между собой выводы А1, Б2, затем С2, Б1 и потом А2, С1. Перед пайкой нужно зачистить проволоку, затем это все спаивается, изолируется термоусадкой и припаиваются нужные разъемы. Теперь приступим к ротору. Я решил воспользоваться готовым вариантом и взял ротор с креплением для него от старого сломанного вентилятора. На ротор нужно наклеить 6 неодимовых магнитов. При этом соседние магниты должны отличаться по полярности, то есть полярность у магнитов чередуется. Приклеивал все на суперклей и армировал скотчем. Осталось установить ротор, отцентровать его и зафиксировать все на клее. Первый пуск и... и вроде он вращается, но не входит в рабочий режим. Регулятор попросту не может синхронизироваться с мотором, что-то здесь не то. За кадром я попробовал перемотать мотор, но это никак не помогло. Тогда я немного сточил шляпку болтов, чтобы сделать между зубцами небольшой зазор. И да, это частично помогло. Мотор стал уже работать. Правда вот было это похоже больше на работу ненастроенного ДВС. Стартовал он неохотно и не держал стабильные обороты. И когда давал больше 40% газа, он просто останавливался. Смог я частично решить проблему заменой регулятора. Это был хобби кинговский регулятор на 30 ампер. Но далее произошло то, что должно было произойти. На радостях от того, что мотор заработал, я решил испытать его без камеры. Разгнал его на холостых до больших оборотов и втулка, которая держала ротор, выпала, из-за чего все магниты, которые находились внутри, просто рассыпались. К сожалению, запасных магнитов у меня не было, поэтому пришлось собрать вот такого вот франкенштейна, залив себе все пальцы клеем. На этот раз ротор я армировал термоусадкой. И вот мотор снова заработал, но уже не так хорошо, как это было за кадром. Во-первых, увеличился зазор между ротором и статором. Во-вторых, появился большой разбаланс и размер магнитов намного меньше. К сожалению, проблему я так полностью не решил. Регулятор попросту не выводит мотор на полную мощность. Если у вас есть догадки, в чем может быть проблема, пишите в комментариях, я с радостью это прочитаю. Если все получится, я попробую немного модернизировать этот мотор и установить его на самолет. На этом сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok